4 августа отмечается народный праздник «Мария Ягодница». Изначально этот праздник был языческим и посвящался Марии Заступнице, хранительнице всех женщин. После прихода христианства на Русь Церковь в этот день начала чтить память равноапостольной Марии Магдалины, Мироносицы. Попытка священников разделить эти два события не увенчалась успехом. Святая равноапостольная Мария Магдалина всегда была довольно спорной фигурой. Кое-кто считает, что она была блудницей, которая омыла ноги Христа и вытерла их своими волосами, а потом получила прощение своих грехов. А современные ученые предполагают, что на самом деле Мария Магдалина могла быть женой Иисуса Христа, о котором умалчивает Библия. В любом случае приметы на 4 августа помогут в жизни, особенно женщинам. Также 4 августа отмечают именины или День Ангела Марии. Этот день называют еще Мария Искусница или Громовой День. Православные храмы в этот день возносят молитвы равноапостольной Марии. Верующие обращают свои молитвы к святой об избавлении от бесовской одержимости и блуда. Также считается, что святая Мария Магдалина является покровительницей провизоров и парикмахеров. В этот день при разных недугах молятся и факе Синопскому, раннехристианскому святому, епископу города Синоп, почитаемому в лике священномученика. 4 августа на Руси было принято отправляться в лес за ягодами, за черной и красной смородиной и черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму, варили варенья и компоты. Поэтому святую Марию назвали ягодницей или сладостницей. Женщины посвящали весь день своей семье и дому. Сметали паутину с оконных рам, веник брали либо стройцы, либо приготовленный заранее, предпочтительно из березы. Также в этот день, пока не наступили заморозки, выкапывали из земли цветочные луковички для последующей посадки в следующем году. В поле же сегодня работать не рекомендовалось. Народе считалось, что в этот день можно пострадать от молнии. Точно так же, как не работали по той же самой причине и на Ильин день. В Марии Магдалине народ видел небесную властительницу громов и молнии. В то же время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошие. «Коли гроза, сено будет за глаза», — говорили в народе. В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, приходилось ожидать серого льна. По поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост. Так и говорили, на Марию сильной росы льны будут серы и косы. Вместе с тем, утренняя роса 4 августа обладала чудодейственными свойствами. Женщины, умываясь ею, верили, что это придает лицу белизну и чистоту. По традиции, в этот день девушки, женщины, а также дети собирали в лесу ягоды. Сопровождалось это действие песнями и ауканьем, чтобы не потеряться в лесу. Работать в этот день запрещалось, так как существовала примета, что Мария может за непочтение к торжеству в ее честь разгневаться и разрушить сделанное не только в этот день, но и ранее. Девушки поутру 4 августа собирали в емкость росу, которую использовали для целительных нужд. Считалось, что на Марию ягодницу она обладает огромной силой. Только босыми ходить по этой росе нельзя, по приметам на себя нашлешь сто бед. Сход на пастбище в этот день не гнали, считалось, что иначе можно его потерять. Проводились 4 августа различные ритуалы, во время которых читались заговоры, направленные на излечение от болезней и привлечение красоты. Проводили в этот день очень сильный обряд на исцеление от тяжелого недуга. Если человек много времени не встает с постели, а доктора ничем не могут помочь, можно попробовать излечить его с помощью сильного обряда, обратившись к Марии Магдалине. Надо 4 августа под черную курицу положить 13 яиц и при этом сказать такие слова. «Святая Мария Магдалина, чертову дюжину я под курицу положу и тебя о помощи попрошу. Последняя птица пусть здоровой уродится и с рабом Божиим силой поделится, чтобы смог побороть недуг тяжелый, поскорее освободиться от его оковы. Аминь, аминь, аминь». Теперь нужно дождаться, когда вылупится цыпленок из последнего яйца. Через 40 дней после его рождения сварить из него суп, который должен съесть больной человек, оставшиеся от птицы кости закопать под старым деревом. Очень скоро заболевший начнет идти на поправку. В этот день также читают заговор на успех и удачу в любом деле. Для этого надо взять 3 ягоды красной смородины, 3 черной и 3 белой, и сказать на них такие слова. «Белая ягода добром не принесет, черная зло все унесет, красная успех закрепит и счастьем наградит». Затем их нужно залить кипятком, дать настояться 15-20 минут и выпить этот отвар, и ягоды съесть. По традиции это утро принято начинать с того, чтобы помолиться Святой Марии Магдалине. Для этого существует специальная молитва, ее читают женщины. Она помогает во всех делах, направляет душу на путь истинный, избавляет от соблазнов, дарует спокойствие, мир и гармонию, приносит здоровье и радость в семью. Мария Магдалина будет покровительствовать тем женщинам, которые сегодня ей помолятся. Также на рассвете нужно пойти собрать раннюю росу, и сделать это нужно в серебряную емкость. Приметы говорят, что серебряная роса в этот день дарует молодость и красоту женщинам. Молодым позволит сохранить юность и свежесть, а тем, кто уже не совсем молод, вернет былое очарование. Также в этот день нельзя работать, нужно отдыхать. Женщинам положено заботиться о своей красоте. Нельзя сегодня выходить на улицу, особенно если идет дождь с грозой. Гроза сегодня опасна. Тот, кто выйдет, может с большой вероятностью попасть под удар молнии. Особую молитву к Марии Магдалине вы сможете увидеть в описании под этим видео. В народе считается, что 4 августа нельзя работать в огороде. Наши предки считали, что такой труд в этот день считается большим грехом, за который святая может наказать, нашлет на грешника град или молнию. На Руси верили, что 4 августа обязательно нужно ходить в лес по ягодам, из которых нужно приготовить варенье, джем, компот или же просто высушить. В день Марии Ягодницы, кроме заготовок на зиму, надо из собранных ягод обязательно приготовить пироги, которыми угостить соседей и друзей. В народе считается, что если сделать это, на протяжении всего года семья будет жить в сытости и достатке. 4 августа нельзя сметать паутину обычным веником или тряпкой. Надо для этого использовать только березовые веники или ветки, оставшиеся после троицы. Тогда в доме всегда будет мир, благополучие и достаток. В день Марии Ягодницы не рекомендуется рано утром выводить скотину на выпас. По старинному поверью, сегодняшняя утренняя роса вредна для животных и может их погубить. А вот девушкам и женщинам роса сегодня дарит неземную красоту. Поэтому женскому полу в день Марии Ягодницы нужно встать пораньше и ладонями собрать с травы влагу, чтобы затем ею умыться. Согласно поверью, серебряная роса делает кожу здоровой и чистой, а также придает красивый румянец. В народе считается, что 4 августа нельзя в сарае или подвале ставить мышеловки или класть отраву для истребления грызунов, поскольку дворовой может обидеться. В народе считается, что утренний туман сегодня принесет солнечный день. Молитва сегодня Марии Магдалине принесет счастье и удачу всем женщинам. Сны в ночь на 4 августа вещие и скоро исполняются. Если 4 августа много росы на траве, то это плохая примета, сулящая, что лен будет серый и косой. Гроза в этот день, значит, нужно ждать обилие сена. Непогоду сулили порванная и непочиненная паутина, тем более если ее хозяева, пауки, прятались в щели. Цветет сосна в день Марии и скусницы, пора идти за маслятами. Если рыбы плавают на самом дне, к дождю. Если у 4 августа у хозяйки огурцы плохо солятся, нужно ждать засуху. Если молоко не скисает долго, к дождю. В народе считалось, что рожденные на Марию Ягодницу 4 августа обычно не отличаются терпеливостью, довольно критично относятся к ошибкам других, хотя собственные промахи для них норма. День Ангела по православному церковному календарю сегодня отмечают Агапий, Алексей, Зиновий, Корней, Мария, Михаил, Фока. По католическому отмечают Доминик и Иван. Святую Марию Магдалину считают покровительницей миссионеров и проповедников, учителей и социальных работников. К ней обращаются, прося даровать веру, смирение, добродетельность, смелость, помощь во время гонений, а также исцеление от беснования и от блудной страсти. Считается, что девушкам в этот день следует отказаться от тяжелого труда. Не рекомендуется сегодня решать финансовые проблемы, брать деньги в кредит и так далее. Сегодня нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и думать о плохом. Нельзя сегодня выходить на улицу после захода солнца. В народе считается, что после захода солнца начинаются происки нечистых сил, поэтому без надобности на улицу выходить не стоит. А по некоторым данным, в день Марии Магдалины вообще лучше не выходить на улицу, если есть такая возможность. Особенно важно это, если на улице гроза. Попытайтесь уберечь себя и остаться дома. В народе считается, что сегодня нельзя обижаться. Это дело вообще направлено против самого обиженного. Никто не спорит с тем, что виновники должны понести заслуженное наказание, если обида возникла не из пустого места. Но сами старайтесь принять и отпустить ситуацию, и заботиться о своем ментальном здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok